Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, родная встреча с вами. Хочу начать с одной фразы. В дни тягостных раздумий о судьбах моей отрасли хочется сказать свое веское слово. О строительстве атомной электростанции в Казахстане, о которой мы так долго говорили, начиная с 1995 года, когда меня назначили министром энергетики. И вот тогда мы, понимая, что данные Советского Союза говорили о том, что Казахстан очень богат, 31% всего мирового запаса урана и ухру находится в Казахстане. И тогда мы, специалисты, сказали, что грех не отрабатывать вопрос строительства электростанции, применять это ядерное топливо для выработки тепловой электрической энергии в Казахстане. Министерство энергетики природных ресурсов выступило инициатором о разработке программы развития атомной энергетики в Казахстане. Докладчиком было Министерство энергетики природных ресурсов. Я докладывал на заседании правительства этот вопрос. С докладчиком выступил министр науки и новых технологий школьник Владимир Сергеевич. Мы показали этапы развития атомной промышленности и что должны были мы сделать для того, чтобы построить атомные электростанции в Казахстане. Но тогда еще работал наш Мангистауовский атомный реактор БН-350 на быстрых нейтронах, который в конечном итоге ради своего блага Руслан Назарбаев в сговоре с Соединенными Штатами Америки остановил этот реактор. Предложение нашего министерства было таким. На месте этого реактора, который был остановлен по решению Руслан Назарбаева, поскольку он вырабатывал Плутоний-239, что являлось сырьем для создания атомного оружия. Мы предлагали поставить там реактор ВВР-640 вместо выброшенного реактора БН-350. И продолжать эксплуатацию нового реактора. В одной из поездок с Султаном Назарбаевым он пригласил меня к себе в зал заседания самолета. В течение часа мы с ним говорили о развитии атомной энергетики. Но он тогда понятия не имел, что такое атомная энергетика и как нужно действовать. Я ему внес предложение тогда, что необходимо в таких маленьких городах, как Лениногорск, как Курчатов, как другие города. И таких мы набрали 55 объектов, в которых можно было поставить небольшие атомные реакторы, которые работали на подводных лодках, которые очень надежные, и которые можно было бы использовать для выработки тепловой электрической энергии, не возить туда высокозольные угли, низкокачественные угли, которые выводят из строя все энергетическое оборудование. Поскольку это энергетическое оборудование было рассчитано на кузбасский уголь, низкозольный и высококалорийный. Калорийность кузбасского угля 5600 ккал на килограмм, а калорийность экибастузского угля 3,6 тысячи ккал на килограмм. Зольность там 18-20%, здесь 42-44%. И зола экибастузского угля – это самая абразивная зола, потому что она состоит из кристаллов, пирамид таких очень жестких. И эти пирамиды просто как корову языком слизывают к поверхности нагрева из металла, и они все выходят из строя, межремонтный период не выдерживается. Я сказал, что необходимо эту схему поддержать и начать двигаться с Российской Федерации в то время, поскольку технологии эти были разработаны и эти реакторы были отработаны именно в России. И когда меня назначили акимом Восточно-Казахстанской области, я вновь вернулся к этому вопросу о том, что необходимы такие-то реакторы. Мы даже назвали типы реакторов, которые необходимо применить для наших городов. Насчитали, еще раз говорю, 55 таких реакторных установок, которые бы успешно работали, разгрузили бы наши железные дороги в поставке угля и не получали бы выбросов золы и углерода, учитывая то, что уран добывался у нас в Казахстане. И мы предложили схему дальнейшего обогащения этого урана, строительства социальных предприятий. Поскольку Ульбинский металлургический завод делал таблетки, нужно было тепловыделяющие элементы освоить, сборки освоить, и двигаться уже как компаньоны, а уже как специалисты. В тот момент времени я поддержал только премьер-министр. Премьер-министром был тогда Даниил Ахметов. Но кроме устой поддержки на совещание у Ахметова, дальше дело не пошло. Вероятнее всего, Ахметов побоялся противостоять Руслутану Назарбаеву в этом вопросе. И когда меня перевели в Министерство подчерктов, этот вопрос вообще заглох. И сейчас я слышу уже из уст других людей, которые говорят, вот мы предлагаем там вот такие-то реакторы мощности такой-то, 200 мегаватт и прочее. Но я просто подчеркиваю, что все новое – это хорошо забытое старое. Мы об этом говорили еще в 95-м году, в 96-м году, в 97-м году. Последний раз я поднимал этот вопрос в 2006-м году, что необходимо заниматься этими вопросами. В частности, в самолете на Руслутану Назарбаеву я сказал, что вот Гзвардинская область, город Гзварда, там нужно обязательно поставить атомный реактор, чтобы не возить туда угли, и чтобы там их не сжигать. На что мне Назарбаев сказал, прекрати такие вопросы поднимать, Гзварду нужно переселять, город этот нужно закрывать. Но, видимо, Назарбаев испытывал тяжкий груз Гзварды, связанный с Сарой Гзвардиной, и первым мужем Сары Гзварда никак не давал покоя этот факт его биографии. Поэтому я хочу сказать, дорогие мои друзья, нельзя сравнивать Чернобыль и, к примеру, новые реакторы ВВР-1000 и ВВР-1200. На Чернобыльской атомной электростанции смонтированы и работали ядерные реакторы РБМК. Что такое РБМК? Реактор большой мощности канального типа. В качестве замедлителя нейтронов там применялся горючий графит. А ВВР-1000 или ВВР-1200, сегодняшняя технология 3+, это на 3 головы выше, чем РБМК. В качестве замедлителя используется обыкновенная вода. И в качестве рабочего органа тоже выступает вода. Первый контур это радиоактивный, второй контур уже он чист. А третий контур, который идет пар на турбину, это уже чистейший пар и конденсат, который конденсируется, конденсаторный турбин, который необходимо охлаждать. И вот именно воду из Балхаша, которую отгородили для эксплуатации Южно-Казахстанской ГРЭС, можете все 3 тысячи мегаватт, эта вода должна подаваться в конденсаторы турбин, ни в коем случае не на реакторы. Как многие сейчас говорят, не понимая сути вопроса. И вода из этих конденсаторов выходит с температуры не выше 21-22 градусов. И она поступает в прутохладитель, смешиваясь с той водой, которая там есть, и вновь подает с циркуляционными насосами в конденсаторы. То есть никакого вредного влияния на Балхаш, на воду Балхаша эта электростанция иметь не будет. Если кто-то не понимает, могу провести ликбез, так называемую, ликвидацию безграмотности, могу провести урок и рассказать, как это действует атомный реактор и какие последствия могут быть в этой ситуации. Поэтому необходимо сейчас срочно заняться этим вопросом вновь и решить вопрос по дальнейшему развитию атомной промышленности в Казахстане. Мне хочется в этой связи сказать в адрес бывшего руководителя КАЗ «Атомпрома» Мухтара Жакишева, который очень конкретно сказал. Я в вопросе выработки электроэнергии и работы ядерного реактора ничего не знаю, это не мой вопрос. Я добывал, обогащал, продавал уран, а по этим вопросам вам необходимо обратиться к специалистам, к энергетикам и те, кто владеет этим вопросом, вызывает уважение. Отношение этого человека. Но когда некомпетентные отдельные люди говорят, что атомным реактором, который поставят на Балхаше, вы угробите воды Балхаша, если бы только предложение было ставить там РБМК, я бы первый поднял руки кверху и сказал, ни в коем случае этот реактор ставить нельзя. Поскольку он был явно недоработанный, стержни поглощающие по распредложению какому-то были обрезаны, и поэтому именно произошел разгон реактора РБМК, который привел к таким последствиям, которые произошли на этом реакторе. Мало того, настойчивое действие со стороны Центрального комитета Коммунистической партии, которое настаивало на этих испытаниях при останове этого блока на Чернобыльской атомно-экономической станции, вызывает просто недоумение, поскольку специалисты понимают, что этот реактор выводился на мощность, потом гасился, потом снова выводился, он нарабатывал отрицательную реактивность и не мог использоваться для этих целей, и причем само-то испытание было, оно практически не связано с этим атомным реактором. Нужно было просто узнать, какое время питательные насосы могут подавать воду на выбеге ротора, турбины и генератора. Это никак не было связано с атомным реактором. А вот эти действия, которые последовали за этим, они и привели к такой ситуации. И какая разница между нами, говоря, вот я как специалист, я турбинист, и мы проводили такие испытания, мы испытывали на каком числе оборотов при выбеге ротора генератор перестает вырабатывать нормальную электрическую энергию, и могут остановиться все мои насосы, которые работают сегодня на станции. Необходимо принимать соответствующие меры по бесперебойной подаче электрической энергии на этот объект, который является повышенной опасностью, как атомный ядерный реактор, только и всего. Схема должна была это предусматривать. Поэтому эта реакция или авария чернобыльской была создана искусственно, по четкому настоянию Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Поэтому ВВР-1000 или ВВР-1200 это надежный реактор, который сегодня работает во многих странах мира, в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Китае, в Японии и так далее. И эти реакторы ВВР показали свою надежность и безопасность в своей эксплуатации. Поэтому, дорогие мои друзья, я хочу, чтобы просто вы поняли, сидеть на топливе, которое является надежным, которое является долгоиграющим топливом, и иметь такие запасы урана 238-го, который сегодня не участвует в процессе, работает только уран-235-й, которого 0,7% в одной тонне руды положено, да, 0,7% урана 235-го, все остальное это уран-238-й. Технология, которая сегодня разработана в Российской Федерации, на реакторах на быстрых нейтронах, которые остались только в Российской Федерации, два реактора работают сегодня, БМ-800 и БМ-600, которые, в общем-то, показывают, что следующий этап будет, это Брест, где носителем, теплоносителем будет свинец, и вся активная зона будет помещена в расплав свинца. Даже если что-то с этим реактором случается, то он будет захоронен в этом расплаве свинца, и ни одного килограмма или грамма облученного урана не выскочит за пределы этой емкости со свинцом. Вот почему я сетую, уповаю на то, чтобы наша атомная промышленность заработала в полную мощность, не так, как мы привыкли копать, обогащать, нефть ли добывать, качать, уран ли копать, добывать, и потом продавать это сырье. Гораздо дороже будет продавать электрическую энергию нашим соседям, которые будут нуждаться в этой энергетике, в будущем развития нашего человечества. И последнее, что бы я хотел сказать, что сегодня человечество накопило огромное количество урана-238, которое сегодня скопилось на этих перерабатывающих предприятиях, которое выделяет по 0,7% урана-235, а 238 лежит на складах. Специалисты посчитали, что весь этот уран-238 задействует, то всему человечеству нашей планеты хватит на 3 тысячи лет обеспечивать теплом электрической энергией. И если мы еще здесь не успеем вскочить на подножку уходящего поезда по техническому перевооружению, то тогда вообще будет крах нам, имея такие запасы, имея таких специалистов, имея уже технологию по производству таблеток ядерных и сборок, тепловыделяющих сборок, освоили их производство на Ульбинском металлургическом заводе, то и осталось совсем-то немногим в кооперации научиться делать корпуса этих ядерных реакторов и дальше двигаться, уже разрабатывая свою технологию ядерного реактора. Но это, конечно, будущее. Это, могут сказать, это фантазия на сегодня. Но почему нет? Южная Корея освоила, Китай освоил, другие страны освоили. А что, мы хуже? На этом я заканчиваю свое выступление. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok